Так, друзья, здравствуйте, с вами Брюс Анджей Игорь Андреевич. Не, все работает. А команда победившая, это... Что? Команда победившая... ФНАТИК. Не снимайся. Не, это все выдержит, не волнуйся. ФНАТИК. Да, я просто никак не могу сказать. ФНАТИК, хорошо. Так, итак, ребята, с вами Брюс Анджей Игорь Андреевич, но это я заново. Мы читаем ваши комментарии и решили познакомиться с Александрой для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Итак, Александра, здравствуй, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Саша. Я вот, мне посчастливилось участвовать в этом интересном мероприятии. Да, три дня, очень интересно, очень захватывающе. Честно признаюсь, ранее я не интересовалась киберспортом, но сейчас, наверное, буду обращать внимание на это еще больше. А ты учишься? Да, я учусь. Второй, третий курс? Четвертый. Четвертый? Блин, ну не выглядишь. Второвато, да, немного. Наоборот, я сказал, второй, третий, это значит, выглядишь моложе, чем ты есть. Ну, да. Ну и как там у тебя, не знаю, знакомые, друзья, молодой человек не играет в компьютерные игры? Нет, настолько, наверное, фанатично и настолько с увлечением никто не играет, то есть знакомых. Поэтому, наверное, я так мало и знала ранее про киберспорт и про его особенности. То есть очень много интересного узнала по поводу того, что сколько там тренировки проводятся и так далее, сколько люди там проводят времени для того, чтобы достичь таких результатов. А ты бы хотела, чтобы твой брат или парень вот играли вот так? Сложный вопрос. Да нет, это просто... Нет, сложный вопрос. С одной стороны, если человеку действительно это нравится, если это его увлечение, то почему бы и нет? То есть любое увлечение, любое занятие требует просто не времени. Ну денег еще много будет. Прикольно, подарочки. Ну да, согласна. Но с другой стороны... С другой стороны, Мальдивы. Ну, 20 часов в сутки проводить за компьютером тоже... Да не 20, там... Ну, 18, 19... 18, 19, то 20. С ним дотягивает. 20 никто не играет. Не, ну, во-первых, тут есть несколько очень перспективных про-геймеров. Могу как бы дать наводку. Ну и привыкай... Ну, покажу пальцем, значит, и привыкай к такой фразе, там, ты, например, пойдем в кино, а он тебе... Извини, у меня кланвар. Вот, это... Это вот есть такое. Хорошо. Ты вот... Что у нас, Razer, да? Да. Что такое Razer? Razer это очень хорошая компания, которая производит различные девайсы. Наушники, мышки, коврики и так далее, клавиатуры. А ты, получается, модель? Получается, модель, да. А как тебе нашли компания Razer? Через агентство. Через агентство? Да. И ты довольна сотрудничеством? Да. Это один из самых интересных проектов, на котором я работала. Ну, конечно, там... Это же как Ferrari. Я не могу сказать, да. Такой вопрос. А будешь ли ты еще, вот, если тебе предложат, ну, там, работать в этой сфере? В компании Razer? Да, да. В компании Razer однозначно, да. Да, понравилось тебе. Да. Ну, что ты можешь нам такой... Да, костюмчик. Симпатичная. Что? Это шортики или что это? Или юбочка? Да, шортики. Ну, все удобно, все нормально. А вот сколько... Ты тут от начала до конца. Я вот просто тут, ну, как бы не успеваю обращать внимание на девушек. Работа, понимаешь, компьютер, монитор, там, так интересно. Девушек тут не так уж и много, кстати. Но мое сердце занято, может, в этом проблема. Я имею в виду, сколько часов у тебя рабочий день? С двух часов и вот до конца. То есть, ребята, если вдруг приходите завтра, ее уже не будет, но в два часа... А мало ли, где тебя можно найти? Может, тебя ВКонтакте могут, ребята, найти? Ну, естественно, только не говори, как тебе там можно найти. Да, там можно найти, но я, естественно, не скажу, как надо. Найди наводку, дай просто мифический шанс. Ищите Саша, ВКонтакте, Украина, Киев. Может, хотя бы ВУЗ скажешь? Так мало Саш там? Там такая блондинка на фотографии. Ну, логично, что блондинка на фотографии. Ты настоящая блондинка? Нет. Мозг отрастает. Я понял, да. Хорошо. Что еще можно сказать? Что бы ты могла вообще сказать вот к российским, российским зрителям? Видела вашу команду. К сожалению, так как я блондинка, не запомнила... Meet your makers, МИМ, да? Да, да, да. То есть болели, переживали также. То есть все равно, как и наши, все равно... Смотря на то, что Киев, Украина и так далее, мы желали успеха. Вот. И я бы сказала, что вот наши команды отличаются больше эмоциональностью по сравнению с Европой. То есть ты тогда смотришь на европейских игроков, и непонятно, что вообще происходит. То есть он выиграл, переиграл, то есть эмоции не меняются. И очень интересно наблюдать за реакцией как раз вот наших соотечественников. Слушай, а с тобой тут кто-нибудь фотографировался? Да, очень много человек фотографировалось. То есть достали тебя вообще? Нет, это моя работа. Слушай, а тебе... Ну, как, обычно просто геймеры, они такие наглые, ну, знаешь, как в барах такие берут. Там то схватят, там обнимут, так типа иди сюда. Было такое? Нет, такого не было. И вообще вот интересно отметить, что я когда сюда шла работать, боялась, что будет скучновато за счет того, что... Ну, стереотипы геймеры. Конечно, геймеры. Маскафы и так далее. В растянутых каких-либо там, я не знаю, в растянутой одежде, которую там, не знаю, все-таки проводят за компьютерами. На самом деле, очень интересные ребята, очень много нового, интересного для себя узнала. То есть у меня совершенно поменялось мнение про геймеров. Здорово, здорово. То есть, ну, стереотипно, естественно, я мыслила, что это вот такие вот ребята, ботаны и так далее. На самом деле... Ну, это чемпионат Европы просто. Кстати, вот там стоит Белл Вест. Ты ему нравишься. Ну, что... Ну, тихо только. Что будем делать? Я что, я не слышала. Никто не слышал. Если, как бы, чего могу, как бы, ну, он там, ресторан, все дела. Ну, он на мажоре немножко. У него... Не обращай на него внимания. Пока. Пока. Если хочешь, могу дать его телефон, свой телефон. И так далее. Я думаю, потом уже как-нибудь. Да? Ну, хорошо. Короче, я вас сведу. Потом приду на свадьбу. Буду ведущим. Ведущая, так я понял, неплохо. И покомментирую там еще немножко. В общем, спасибо за интервью. Твой, кстати, обеденный перерыв закончился. Да. Давай. Все, спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Взаимно. Спасибо.